Да, ну нормально было бы занять вообще к этому какую-то более-менее стороннюю позицию, потому что тут все люди такие прошаренные и они и так понимают, зачем нужна Барат. То есть тут никого агитировать не надо за агентный реализм, объяснять его преимущества. Но при этом, возможно, нужна некая операция стране, не слегка. Ну и тем более такой летний режим, он предполагает все-таки более расслабленные подходы к нашим западным коллегам, которые принципиально нас опережают. Не, ну некоторые хотят еще по фанатею. А? По фанатею тоже приехали. Ну, всякие возможности, они не исключаются. Потом, видите, хорошо, что книжка будет и, в принципе, книжка очень нужная, потому что Барат – это человек, который ясно мыслит и ясно излагает. И вообще воодушевляет всех людей, особенно гуманитариев тем, что у нее есть такой, естественно, научный бэкграунд, из которого она стартует. И также как бы это встречное движение по отношению к Бадью, по сути дела. То есть Бадью как бы пошел в математику и там искал корни философских онтологизмов. А Барат идет наоборот, как бы в философию, в современную социальную теорию со стороны естественных наук. И в аппаратах Нильса Бора ищет решения гендерных вопросов, например, вопросов телесности, чего только отношения человеческого-нечеловеческого и так далее. Ну, на самом деле, какой-то целостной такой картины, наверное, у меня нет. Есть тема, которая обозначена, изложение и фиксация на этом понятии аппарата. Я бы... А, методологические еще особенности, вот там что важно. Знаете, наверное, начну просто по порядку, потому что важно видеть как бы последовательно, как, на мой взгляд, разворачивается размышление Барат в этой голове. Голова, напомню, вот из этой книжки «Опыты нечеловеческого гостеприимства». Но она более чем репрезентативная и достаточно объемная. При этом компактная, там очень много определений и много такого, при всей ясности изложения, много такого уже скача, который у непрошаренных как раз людей вызывает, уторопь. Ну, начнем по порядку. То есть Барат работает следующим образом. Она берет и начинает совершенно тупой такой, до квантово-механической неопределенности с такой антологии. с простой, где вот есть идентичности, где есть субъекты, есть наблюдения, есть какие-то объекты, есть повторяемость научного эксперимента и прочие штуки. И она просто их презентует нам. И, конечно, уже для людей, которые живут в 21 веке, это все выглядит нелепо. Достаточно странно, что есть какой-то субъект, он там куда-то смотрит, он что-то наблюдает, регистрирует. И так устроен не только научный эксперимент, но и повседневный опыт. По сути дела, ведь каждая наша интеракция по отношению к миру, если она недостаточно продумана, и если она строится по каким-то нашим автоматизмам, полученным в процессе нашего обучения и образования, ну, она выглядит следующим образом. Мы регистрируем какой-то внешний гомогенный, слитный и претендующий на то, чтобы быть целостным объектом, описываем для себя мгновенно его обратные, скрытые стороны. Мы знаем, что это такое, и как-то взвешиваем его в уме, имея некий его определенный образ. Ну, и, соответственно, возникает вся сразу же классическая матрица, то есть диспозиция субъекта-объекта, наблюдения, она включает также транспарентность среды, то есть мгновенное пробегание некой невесомой, бесконечно податливой взгляду и уму среды, наблюдения, которые не препятствуют этому наблюдению. Ну, есть однозначное считывание в дискурсе характеристик объекта, которые, собственно, и дают эпистемологическую картину, то есть дают наши знания. Поэтому, конечно же, ситуация сейчас, в наше смутное время, она стала еще более смутной, и все вот эти идентичности, они глупы совершенно говорить, по многим причинам, потому что, по сути дела, и научная картина мира, и то, что происходит в социальных науках, демонстрирует нам совершенно обратную картину. Вот если у нас есть какая-то вещь, мы начинаем в нее вглядываться, и начинаем всерьез задумываться о том, что же такое эта книга. И оказывается, что это эти конгломерат не просто свойств, а тех развлечений, тех агентных возможностей, часть из которых реализуется и образует ту ситуацию, в которой мы вступаем в взаимоотношения с объектом. И Борат поэтому и говорит, ну, смысл агентности как раз в том, что до транзакции не существует самих членов отношения. И поэтому границы пролегают не там, где есть диспозиция, а там, где есть включенность и взаимодействие. Даже, я бы так сказал, наслаивание, напластование, уплощение и какие-то сгущения, когда возникает сама трансформация материи. Как говорит Борат, агентность это и есть непрерывная трансформация материального, порождающая феномены. Ну и такого рода преодоление диспозитива наблюдающего и наблюдаемого порождает ряд затруднений. Что такое трансформация материального? Трансформация материального? Ну вот вы глину замешиваете, когда в бочке, у вас, ну, палкой месите. Вот это и есть, это хюли, это материя. Я уже с вещами общаюсь как-то, а если я просто на нее смотрю? Ну, смотрите, да, и что? Мне кажется, там наоборот, материальное возникает, то есть феноменально. Я к этому приду еще, потому что, ну, как сказать, не все блюда сразу, а то вот у меня будет не сваренье, может, я вообще до этого не найду. Ну, понятно, а я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что, видите, надо для того, чтобы с этим адекватно работать, надо жить вообще в другой уже картине мира. Ну, не в той, где есть вы, наблюдающие за ростом цвета, как там у Беркли, да, вот роза пахнет, роза колючая, роза там прекрасная и прочее, прочее. Вот. А в мире, где есть только потоки, есть становления, и поэтому сам наблюдающий также втягивается в объект, ну, нечто наподобие вот этой осы орхидеи у Белеза-Глатари, но это только начальный уровень, как бы, только такой подход. Вот симбиоз даже не в том проявляется, что возникают некие смежные виды, вот, а в том, что нет никакого наблюдающего до наблюдения. Есть ошибка методологическая с глиной. Глина дана в своей материальности через серию феноменологических операций, так, то есть перцептивная феноменология и уже один к нам, да, эта глина уже каким-то образом зафиксирована, с чем-то смешана, да, то есть она уже вступила в интракции, и вот хюлэ нету, да? Ну, да, здесь различие, если уж туда идти, да, в Аристотеле, то это различие между хюлэ и хюпекаменон, то есть подлежащим. Да, глина, вот, в качестве подлежащего она есть, но нас интересует та материя, на которую нельзя положиться. Это не субстанция, по сути дела, в классическом понимании, а это некое поле возможных интеракций, вот, и поэтому... Данное феноменологическое. Ну, феноменология это тоже не та, как бы, это не тот феномен, который у Гуссерля, там, тем более у Гегеля, да, в феноменологии духа. Здесь мы сталкиваемся с совершенно другим понятием феномена, и специально я не буду обсуждать этот феномен, мы можем его, как бы, вынести на обсуждение, там поговорить, вот. Ну, я стал говорить об оппозициях, ну, поскольку нет наблюдающего и наблюдаемого, есть некие потоки, которые переплетены друг с другом, и с которыми надо как-то быть, это непрерывный динамизм развлечений, который имеет и материальную природу, и дискурсивный движок, так скажем. Поэтому уже нет противопоставления между человеческим и нечеловеческим, оно снимается природное, культурное, наукообразное, ну, имеется в виду, естественно, научное, фундаментально научное и социальное, да. Вот эта пресловутая включенность, там, о которой писал еще, там, о Мардашвиле в своей работе, вот. Ну, и здесь и Борат, конечно, опирается на вот этот парадокс наблюдателя у Бора, когда наблюдатель включен, да. Ну, и ряд других оппозиций, которые, по мнению Борат, все еще сохраняются и у Фуко, и у Делеза, и протаскиваются боковым Гитлером куда-то туда, в агентную, в актерно-сетевую теорию, простите, то есть в Бруно-Латур, и для него вот эта актерность, она еще привязана к диспозиции человеческой и нечеловеческой, которая должна быть снята и которая не имеет по большому счету никакого смысла. Я сейчас не хотел бы, чтобы вы обращали внимание на некое содержательное мясо, скорее вот посмотрите на форму, как работает Борат, то есть она представляет нам определенную картину, такой, по сути дела, веселый комикс под названием «Классическая картина мира». говорит, ну видите, как это все по-дурацки выглядит, вот, но мы не можем с этим ничего поделать, просто это было, теперь этого нет, нам надо с этим что-то делать. Понятно, что это отодвигается и цель, методическая цель работы Борат – это высвобождение чистого поля, высвобождение поляны. И она это делает первым стейтментом, да, то есть постановкой вот этой классической картины мира, которая отодвигается и сразу подается как такая фейковая, очень странная, нам не нужная по большому счету. но она выступает таким жупелом, да, в который мы можем всегда отсылать и говорить, да, вот там, вот там, это Декарт, Ньютон, Лейбинс, там они все, вот, успокоятся с миром. Второй методический прием – это как раз такой апофатизм Борат. То есть она берет известные противопоставления, о которых я вам сейчас сказал, человеческое и нечеловеческое, природно-культурное и так далее, вот, и начинает говорить о том, что, вот, например, агентность – это не то-то и не то-то, не пятое и не десятое, а затем материя или феномен – это не то-то и не то-то, не пятое и не десятое, там, ну, и она даже иногда перечисляет. Просто у меня там есть восьмистраничный конспект того, что я собирался говорить, и я не буду сейчас лезть, иначе это вот просто разрывы какие-то в речи и не нужно. Сейчас дополнительная просто последовательность будет выстраиваться, это все не нужно, вот. Ну, я думаю, кто читал, вы уже все понимаете, о чем я говорю. И на «Баттлер» ссылается, ссылается и на «Фукос де Лезом». мне очень понравился вот ее, ну, такой новояз – «Фуказианство», вот, ну, «Фукоиды» и «Белезом». Ну, тоже это, как бы, детский сад уже, по большому счету. Ну, то есть, таким образом она дает нам возможность помыслить некую вакантность, как и всякий апофатизм. И говорит, что вот мы не будем так рассуждать о материи, о феномене, о человеческом и нечеловеческом, и о самом становлении, которое уже другое, да. нежели там, например, становление водолеза, вот. А будем как-то действовать по-другому. И вот высвобождается некое поле, куда нужно что-то проинсталлировать. А, как бы, с инсталлированием здесь гораздо сложнее. Потому что для того, чтобы грамотно проинсталлировать в пустую поляну какую-то качественную мысль, для этого нужна спекулятивная интервенция. Нужен какой-то ход, который был бы с дистанции, проблематизировал твое собственное мышление. А этого уборать, с этим уборать туго. Ну, как и у большинства фундаментальных ученых. Вот. Как мне так кажется. Я отвечаю на их снобизм, как в отношении философов. Таким образом. Вот. Ненавистных ученых. Вот. Ну и вместо этого Борат предлагает ряд таких умозрительных, наглядных экспериментирований. Когда она предлагает ряд определений и описаний ситуаций, в которых по-новому должны работать прежние понятия. И каким-то новым дыханием наполнятся новые понятия. Прежде всего, это, конечно, понятие интеракции, которые для Бората очень существенный характер имеют. Потом само понятие агентности. Ну, ведь она определяет свою антологию как агентный реализм. Ну, и понятие феномена, о котором вот Алла начала говорить, ну, на самом деле, это вопрос не на одну затяжку. Это достаточно такой серьезный вопрос. И в итоге что мы имеем? Вот когда текст прочитан, когда возникает некое послевкусие. Вот. И мы имеем некое воображение о том, как здорово обстоят дела. Вот. И как хорошо было бы нам таким, не принадлежащим ни к фуказианству, ни к ньютонианству и декортезианству быть сейчас в современном мире. И мы можем оперировать понятиями и определениями Борат и продолжать этот тип письма, этот тип мышления. Вот. Которое, по сути дела, ну, мышлением как бы и не является. И является некой формой воображения нового материализма. Каким он должен быть. Вот. Это такой, ну, это я просто для вас делаю, себя подставляя, потому что знаю, что вам нужно, ну, не заинтересовать вас в Борат, а что-то сказать такое плохое про Борат. Тогда будет все хорошо. Вот. Ну, и тут я буду, конечно, готов ответить на ваши комментарии, но не сейчас. Потому что дальше вот мне бы хотелось немножко поговорить о самом понятии аппарата, как о таком центральном. я просто чувствую, что уже там минут десять прошло, да, еще где-то десять минут осталось моего разговора, моего спича. И поэтому я вам порассказываю немножко про аппарат. на самом деле вот этот концепт аппарата у Борат, он представляется мне наиболее удачным, потому что здесь она как бы занимается своим делом, то есть она опирается на ту методологию, которая ей знакома, а именно методология Нильса Бора, и она очень хорошо в материале сидит, и поэтому она не теряет связи с почвой, с укорененностью, и поэтому может, ну, некую инвестицию, новизны какую-то здесь предложить. Ремарка на полях, опять, как бы, камень в огород. Чего не происходит, например, с понятием дискурса, который, на мой взгляд, у Борат сильно растягивается, начинает мутировать, и в своем значении по большому счету неопределим, не отличим от самой материальности. То есть по большому счету дискурс у Борат это понятие ей не нужно вообще, но оно используется, потому что она находится в той интеллектуальной традиции, где понятие дискурса и дискурсивных практик, вот этот весь способ работы с социальным телом и телами внутри социального было проработан. Ну, возвращаясь, значит, к понятию аппарата, здесь тексты Борат очень, очень хорошо смыкаются с тем, о чем пишет Латур. И не надо, на мой взгляд, слишком противопоставлять то, что делал Латур и то, что делает Борат. Если у них и есть отличия, то они не столь принципиальны, чтобы положить некую новую эпоху философии. Здесь как раз важна преемственность. Преемственность как раз проявляется в том, что, во-первых, как я уже сказал, да, свойства агентности, оппозиции или участники отношений не существуют до возникновения отношений. И поэтому граница, она не в диспозиции, а как бы как рассечения, вот, поэтому никаких человеческих и нечеловеческих сред не существует до самой акции, вот. Потом очень важная здесь, важная и знакомая уже и самого Латура, такая предметная, предметно-дискурсивная природа аппарата. То, что Латур делал в Пастере, когда он анализирует способы работы в лаборатории и вынесение, перевод лабораторной ситуации в поле, вот это эпидемический порог исследования, да, попадешь с кота, там и так далее. Не буду сейчас углубляться. И перенесение, обратный перевод в лабораторию для того, чтобы утвердить статус лабораторной работы и по-новому ее прописать, у Барат тоже это присутствует. Ну, она делает следующий шаг, на мой взгляд, достаточно важный, который, как бы, межует, немножко уводит ее в сторону от того, что делает Латур. Для Латура здесь придется вспомнить другую его небольшую работу, опубликованную в логосе «Берлинский ключ», или как мы делаем слова с помощью вещей. Для Латура объект, вещь являются одновременной формой дискурсивной практики. И, по сути дела, вот этот берлинский пресловодный ключ, с помощью которого консьерж отделяет вечернее время от дневного, является материализованным дискурсом, построенным на агентности. Для Барат существенно не только это, потому что она настаивает еще раз, и здесь, это, я думаю, производно от того понятия материи, которое у нее есть, и без этого не обойтись. Настаивает на том, что аппарат, в общем-то, не является никаким материальной вещью, вещью, предсуществующей самому эксперименту. Здесь она уже возвращается к Бору и к тому, что он не додумал. По мнению Барат, здесь немножко кусочек изложения, я себе позволю, извините. Боровская идея включенности экспериментатора в получение результатов эксперимента, она идет вразрез с антропологической концепцией, которая у Бора, по сути дела, имеет классический характер. Потому что для Бора сам наблюдатель является сторонним наблюдателем, который фиксирует то, что есть в аппарате, просто в этом участвует, но не теряя своего присутствия в качестве идентичности, в качестве человеческого субъекта. И поэтому, соответственно, если мы не теряем одного члена оппозиции, мы не теряем и другого. То есть и сам аппарат в экспериментах Бора выступает такой вещью, которая инсталлирована внутрь эксперимента и которая существует, сконструирована в том виде, в котором она есть, и просто требует некой настройки, чтобы эксперимент получался хорошим. И дальше Борат делает вот этот свой ход, показывая нам на примере, почему это не так. И почему оппозиция экспериментатора, который регистрирует просто результаты и противоположен аппарату как вещи, она не работает. Потому что вот здесь она берет эксперимент, он связан с квантованием, с переходом от классической квантовой механики современной физики. Я просто извиняюсь, потому что мне это все вообще до звезды, потому что я даже не представляю, о чем там могла идти речь. Но я это изложу своими словами. Дело в том, что электроны по-разному заряжены, и для того, чтобы определить их квантование, нужно заряженную каким-то отрицательным, например, зарядом, пластину поместить в их пучок. И они тогда поляризуются, то есть разлетаются по разные стороны от этой пластины. Это можно фиксировать на стекле. И два экспериментатора, это 1932 год, какие-то ребята немцы, наверное, это известный эксперимент, можете погуглить и узнать их фамилии. Я просто в книжку не буду лезть и сам грузиться этим тоже. Суть в том, что они не могли обнаружить следы этих электронов, поляризовавшихся, на стеклянной пластинке. И не могли, не могли, не могли, и так пробовали. И так. И потом какой-то аспирант там остался, а он курил дешевые сигары, и он надышал этим сигаретным дымом дешевого табака на эту пластину. И там произошла уникальная химическая реакция, которую они не предполагали. И они эти электроны смогли увидеть благодаря этой химической реакции. Какая-то смола была именно в этом сорте дешевого табаку. Поэтому Борат отсюда заключает. Борат переходит к нам уже социальным философам и говорит, что социальное вплетено в эксперимент. Аппарата нет до того, как мы не начали производить эксперимент. И вся экспериментальная серия, здесь уже как бы в сторону Латура такой ход, вся экспериментальная серия является способом настройки, не только настройки аппарата, а вообще его, собственно говоря, возникновение, как некоего агента эксперимента. И для того, чтобы... Там она говорит следующую фразу, что самое главное в эксперименте – это получить некий повторяющийся результат. А для этого аппарат наш нужно каждый раз принастраиваться. Ну, противоречивая немножко такая фраза. Но на самом деле, с точки зрения агентного реализма, она нифига не противоречивая. В итоге, что показывает вот эта концепция аппарата? Во-первых, то, что нет наблюдающего и наблюдателя. Второе, то, что устраняется оппозиция между социальным и научным. Научная, как независимо от социальных форм бытования, повторяемость экспериментов, результатов. Нет. Социальное вплетено не только в интерпретацию эксперимента и тех знаний, которые мы получаем, но оно включено в эксперимент в сам момент фабрикации аппарата и получения первичных результатов. Вот о чем говорит Барат. И здесь новое возникает понятие объективности. Потому что объективность, что такое традиционно? Это некая независимость ни от чего. По сути дела, это новый вид божественного разума. То есть, независимо ни от того, в каком городе проводится эксперимент, кто его проводит и так далее, результаты эксперимента должны быть повторяемыми. Ну, а этого никогда не получится, если мы не будем каждый раз настраивать те формы агентности, которые у нас есть в процессе эксперимента, и создавать каждый раз этот аппарат заново. Поэтому, с точки зрения такого рода антологии и такого рода эпистемологии, как демонстрирует Барат, материальное тело аппарата, как прибора, который калибруется экспериментатором, есть только след, остаточная форма от производства различенности и производства тех феноменов, которые, собственно, и образуют тело объективности и создают для нас каждый раз науку и наше знание. Поэтому очень логично, что вот это осаждение в виде аппарата и вещи как раз и не дает нам заключить, ну, о том, что... Ну, а почему аппарат? Да любая вещь, по сути дела, является таким аппаратом. Ну, Барат, наверное, в других текстах так и говорит, возможно, потому что любая вещь, с которой мы вступаем во взаимоотношения и в полной мере является таким бурновским аппаратом, который конденсируется в процессе развлечений. Что-то я еще какую-то хотел, важную какую-то вещь, там, момент какой-то. Ну, сейчас я, вот, похоже, его упустил в изложении. Так, значит, возвращаясь к неким методологическим броскам, очень существенным и значимым, наверное, для людей, читающих Карен Барат и ее тексты, является то, как она мыслит границу. И здесь существенными подглавками этого текста являются подглавки о границе аппарата и о границе телесности. Потому что, если мы предметно мыслим человеческое тело и предметно мыслим аппарат, то, соответственно, понятно, что для нас границы тела человеческого, границы между вещами, их сегментирование, заданное в предметных рамках, ну и границы аппарата, заданные его вечным наполнением, они, по сути дела, имеют некую виртуальную природу. Потому что, а где? Ну, она ссылается там на феймановские лекции, например. Да можно сослаться и на наших авангардных художников. Вот, если мысли человека как сферу. То есть, где абрис, где граница тела? Почему? Если мы ищем границу тела или границу аппарата, мы не можем ее до конца найти. Потому что, ну, где граница тела? И об этом аппарат там специально цитата какая-то идет, я сейчас уже не помню, из кого. Кожа. Кожа является такой границей. Ну, нет нифига. Если мы начинаем вдумываться, действительно, почему кожа может послужить границей телесности, мы не находим для себя удовлетворительного объяснения сего предрассудка. Так же, как и с аппаратом. Поэтому, если мы мыслим границу как внешний абрис, то есть предметно, как неотъемлемую черту гегенштан, то есть противостоящего представления, то мы сами запутываемся в этой предметной логике. Соответственно, нам нужно новое представление о границе. И эта граница должна... Здесь отчасти такие реминесценции от делеза идут. Граница должна пролегать не в экстериорном, а интерьорном. И граница должна быть не тем, что обозначает абрис предметности. Эта предметность может быть какой угодно. Парменидовским миром, который величиной со все вещи убирает. Либо границей атома, молекулы и так далее. Но она всегда будет предметным внешним абрисом. Нам нужно другое. Нужно видеть, что процесс материализации и конденсации материального феномена, он никогда не прекращается. И поэтому мы, какие бы четкие внешние границы абриса вещей мы не задавали, они всегда будут плыть. Нужно идти от практики, от агентности и от вносимых развлечений. И здесь, наверное, понятие дискурса может пригодиться. Как система практик, производящая такие развлечения. Эта граница будет уже даже не во внутреннем. Потому что внутреннее немыслимо без внешнего. Эта интериорная граница, как я поначалу сказал, она не является внутренней границей, по большому счету. А является возможностью производства различия тогда, когда еще нет того, что мы можем различать. Когда еще оппозиции не разнесены. Вот это мне представляется весьма существенным моментом. И очень много там есть текстов и иллюстраций этого, таких описаний, которые на примере философских категорий фиксируют вот эту работу такого рода проведения границы. Ну и она проводится не только в вещах, не только в практиках, но и вообще по большому счету. Сама материализация, само временение мира, говоря таким старым логическим языком, представляет собой просто динамику этой границы, которая является производством развлечения. Ну, опять же, это не то же самое, да, что было в динамике производства различий, там у Кристина, например, или у Деррида. Совсем по-другому. Ну, последний, наверное, момент. Очень кратко я его коснусь. Мне кажется, что благодаря вот такому представлению о границе можно найти выход из затруднений, которые возникают у Барат. А именно для того, чтобы подчеркнуть новизну своей позиции, она очень часто прибегает к таким форсированным формулировкам, которые исключают другую точку зрения. И исключают ее, на мой взгляд, неоправданно. Это, ну, например, она пишет, аппарат ни в каком случае не может быть уже вещью, настраиваемым структурой, диспозицией деталей и так далее. Там очень много определений аппарата. Или человек ни в каком случае уже не может быть консистентным субъектом, который обладает некой повторяемостью свойств и прочее, прочее. Здесь я уже придумываю, но вы сами можете домыслить. Все уже обстоит совершенно по-другому. И вот если вернуться к самоограничению и использовать то, собственно, понятие границы, которые продуктивны у Барат, мне кажется, что важно было бы сказать, что наряду с практиками, наряду с новыми, не калибруемыми по старому идентичностями, продолжают существовать и то, что принадлежит, грубо говоря, старому миру рефлексии, не противореча новым свойствам, новым подходам и методологиям, но при этом просто рядом находятся с ними. И та методология, которую предлагает Барат, она просто по своим собственным внутренним свойствам должна обнаруживать свою границу, границы своей применимости, не подминая опять под себя всю ткань интеллектуальной такой научно-философской рефлексии. Мне кажется, вот это существенно было бы. То есть понимать, где эти границы и почему это все, ну, по большому счету, просто текст, с которым мы имеем дело, которые мы как-то понимаем, а у Барат получается, что это не текст, это сам мир, понимаете? И это печальное, на самом деле, свойство, свойство пугающее. У Латура я этого не встречал, никаких отталкивающих свойств. Да, оно называется все этической эпистемологической антологией, потому что это пугание радикальное, оно завязано на этической ответственности. Это непонятно, что больше пугает распадение классического мира или, наоборот, принятие необходимости, удержания какой-то хрупкости. А что касается чисто обобщенного заявления, что теория должна найти свои границы, потому что предполагается, что это некая законченная вещь, у которой есть границы. Мне кажется, что принципиальное отношение к этому философскому вложению должно быть другое. Это эпистемологическая рамка, которая должна найти границы внутри себя. То есть она предлагает инструмент. И она не знает, где там будут границы. Единственное, она предполагает некую такую осторожность действия. Но это не ее задача. Если она правильно угадала как бы смену эпистемы, и что какие-то основные рабочие механизмы эпистемы она описала, то она не... То есть не она их создала. Она показала аппаратность современной ситуации онтологической, которая, если она развивается в сторону аппарата, приходит к своим ограничениям, ну, скажем, через 200 лет. Если предположить, что вот такие большие эпистемологические смещения, они занимают для своего воплощения несколько столетий. И в связи с этим, да, классическое никуда не исчезает. Ему надо просто отвести место. Это не место в генеральной рамке. Это место, ну, вот как в рационализме, там, верования народные. Ну, при этом... Я имел в виду очень простую вещь. На самом деле, квантовая механика включает ньютоновскую механику как частный случай. И прекрасно ее описывает. Просто мы имеем дело... В случае квантовой механики с другим уровнем и с другими энергиями и другими размерностями. Вот что-то подобное. И поэтому... Ну, я против вот этого форсинга, как бы такого утверждения, что да, там, какие-то чуваки такие замшелые, типа там Аристотеля, Декарта, там, ничего не соображают. При этом человек демонстрирует там фехтианские ходы, спокойно, совершенно без зазрения совести и, как бы, это самое... Ничего ему не мешает. Просто так мышление устроено, а парадигма поменялась. И Борат очень правильно ее фиксирует. Действительно, она такова. Но при этом... Вот, все, да? Что значит, действительно, она такова? То есть, она предполагается некая дефракция в разных дисциплинах. Мы распознаем этот ход. И мыслящим, достаточно современно людям ничто не мешает воспринимать то, что пишет Борат. Вот. Ну, знаете, сколько есть сумасшедших людей, которые пишут там про единую теорию всего, там, про какие-то там, не знаю, слова, имя, которое ты скажешь, и оно там определит для тебя там все, твое поведение. Ну, в общем, неважно. И с этим все понятно, как бы, с одной стороны. С другой, я против того, чтобы банализировать то, что говорит Борат. И как-то это нивелировать просто с классической точки зрения. Потому что все, о чем говорит Борат, можно банализировать в классической парадигме. То есть, сказать, что это просто другие размерности, другой уровень, другой угол зрения и прочее, прочее. И таким образом растащить вот эту новую методологию по старым углам. вот этого мы не должны позволить делать. В этом я вижу нашу методологическую задачу и нашу такую этическую, если хотите, задачу. вот, и здорово, что этическому находится одно из центральных мест в этой антологии. То есть, а тот ход, который она делает видимым, это ход классической эпистемологии. То есть, каждый раз, когда мы говорим, что там поменялась размерность свещей и сетей, и на атомы, и квантовые взаимодействия, мы обнаруживаем себя в позиции субъекта, который наблюдает объект в его данности. То есть, вот этот ход мы блокируем. Есть вещи, которых мы просто не можем наблюдать. В этом проблема. А не в том, что мы стали наблюдать другие вещи. Нет, мы стали наблюдать свою позицию. Характернейший пример — это квантовый скачок. И скачки между орбитами электрона, на которые она ссылается, как на научный факт, который, собственно, имеет интеллектуальное измерение для нас. Поэтому отсюда, вот из этого квантового скачка и возникает у Бората идея ретурнеля. То есть, каждый раз прокручивание вот этой вот четырехчастной структуры, я зарисовал между агентностью, феноменом материи. Сейчас. Дождите, да, 30 минут. Меня даже здесь будет интересовать, почему там какая-нибудь анархоэпистемология позднего позитивизма не может быть включена в аналитические... в теорию Бората. Потому что она как бы стоит против них, да? Ну, как бы у Фея Раббинта. Мир можно мыслить так, вот так, потому что он никогда прямо не дан, и никогда нельзя остановиться на одной форме фиксации. И вот это, казалось бы, довольно близко, да, анархоэпистемология. Но Борат делает принципиальный переход от анархоэпистемологии к новой антологии. То есть, мир дан таким образом, как он измерен, понят, включен во взаимодействие, но это не значит, что он как бы дан сам по себе, да, независимо от взаимодействия. Это не значит, что у нас есть вынесенная позиция. Я немножко даже переформулирую то, о чем ты сказала. Вот эти разные антологические среды, которые соседствуют друг с другом при всей новаторской, как бы, идее множественности, правил, которые их формируют, при этом в каждой из этих антологических сред по большому счету сохраняются старые аэпистемы. Да. И Барат этим отличается, что уходит от этой множественности в переопределение самих методических принципов. И на самом деле самое смелое в Барат это именно провозглашение новой антологии, потому что действительно все уже готовы к тому, чтобы видеть то, как конденсируются значения одновременно с оппозициями и взаимодействиями. И каждый случай, назовем его так, мета-значение имеет, и при этом он материальный. То есть мы все к этому готовы, но в прямую об этом говорить, и говорить на понятийно-здравом таком уровне, вот это существенное такое новаторство, да, Барат. И она обнаруживает то, что не отпускает все еще, а именно вот границы объективности, что такое вообще объективность. Ну а как же на самом-то деле обстоят дела? Вот хотим спросить. И когда мы опишем, как на самом деле есть, значит мы набросаем некую картину. Соответственно у нас, мы как внешние наблюдатели будем к этому выступать. Ну нифига подобного. То есть мы сейчас это сделали, но необходимо каждый раз к этому возвращаться и видеть, как проходит вот это колесо. Аппарат, феномен, материя, понятие, опять аппарат, феномен, материя, понятие. И в центре находится как раз агентность, которая это все движет. И опять мы себя подлавливаем на том, что мы еще мыслим все еще архаично. То есть вот некая конструкция, благодаря которой мы все объяснили, мы ее отодвинули как предмет и ее созерцаем. Говорим, вот так обстоят дела. Нет нифига. Все это не имеет смысла, пока мы не учитываем собственную этичность, собственную позицию, и собственную ограниченность. При этом ничего собственного нет, потому что оно конденсируется в момент пролетения различия материально. И к этому надо как-то нормально с этим взаимодействовать. И серия практик, такое экстенсивное расширение этой антологии в различные среды, мне кажется, способствует закреплению этого подхода. Сережа, был вопрос. Да, у меня вообще несколько вопросов, даже много. Нет, один по очереди. По крайней мере, один. Да, не знаю. Это очень таинственный момент, когда сменяются философские парадели. Вообще о парадели. По каким причинам это происходит рационально? Вот, например, если взять работу к личному МИИСУ после конечности, то он перед своим таким очень фундаментальным философским заявлением, новаторским, он говорит, почему это необходимо? Потому что появляется доисторическое, это нужно тогда антологизировать, и у нас возникают проблемы в старых эпистемах, как к этому относиться. Появляется основание для религиозного фанатизма, потому что философия освободила метафизику от догматизма, который потом дала ход религии. Вот, то есть через какие-то внешние практики в этом МИИСУ обосновывает, почему он вводит в свой, так бы сказать, новый радикальный тезис доступа к абсолютному, к тому, что нам нужен новый доступ к абсолютному, к слабому абсолютному. Тут же в этом есть некоторый такой эмоциональный, очень модернистический такой разрыв, в том, что все старое, все архаичное, все, ну, сам по себе этот ход, он, как бы, консервативный. Очень. И когда, просто, ну, мы же понимаем, как бы, после смерти автора, да, вот, когда человек мыслит, да, он, через него мыслит история, мыслит, мыслит дискурсы, парадигмы, и поэтому тут не возникает оснований для какого-то радикального разрыва. Это, как бы, разрыв, но, как бы, он, он, он гораздо сильнее опырен и связан с, с, что было и есть, чем он сам думает. И поэтому, во-первых, первый вопрос, это, действительно, каким-либо образом обосновывается вот это старое, да, что Делес, это прошедший этап, а почему? Ну, то есть, как это можно обосновать? Делес, это огромная, сложная планета, и вообще, нужно сначала в ней разобраться, а потом уже каким-то образом. Ну, то есть, вот такое вот снятие радикальное, где для него рациональное основание, вот, хочется прояснить. Ну, это очень сложный вопрос, потому что, видите, он сложен, потому что безомного интерпретации Делеса. Важно, как на него отвечать, то есть, насколько, сколько лжи в ответе вы готовы принять, потому что, ну, как сказать, хороший, в принципе, удовлетворительный ответ на этот вопрос, он изникает, мы не знаем, как парадигма меняется, мы узнаем только о том, когда она изменилась, потому что парадигма на то и парадигма, что она полностью описывает обстояние дела, и ничего, даже исключение из правил описывается этим и правильно. Поэтому, почему мир-то существует? Потому что он меняется, то есть, меняется среда, в которой резонируют некоторые понятия и некоторый опыт. Он становится значимым, значимым, потому что он звучит громче, чем раньше, чем в другом мире. и мир меняется. Мы это слышим, когда Мейсу может писать это 60 лет назад, и никто его не услышал. А сейчас он пишет, и это просто переворот. При этом, ну, потому что мир изменился. Изменилась акустика, и у Баратт там дифракция, а не рефлексия. Вот. Сама самая резонатор мира уже позволяет приподниматься тем или громче звучать тем высказываниям, которые и изменившуюся и бестыму описывают. Второй момент, видите, потому что он немножко ценичен, такой ответ. Ну, по сути дела, все философские тексты, они примерно одинаково строятся. Вот есть какие-то старые балбесы, по большому счету. Для Канта это Юм, и там английский империзм. для Гусерля это историки там Зигвард, Зимиль и так далее, неокантианцы. Вот. Ну, мы их каким-то образом упаковываем под одной шапкой у Меесу. Эта шапка называется корреляционизм. и отодвигаем их как бы в сторону. Также по большому счету действует коррембара. Это правило презентации философского дискурса. Что тут сделать? Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Суспешная обоснова это почему больше это не работает? Потому что появляется доисторическая и появляется необходимостью доступа к абсолютному. Ну, он просто держит руку на пульсе и самые такие горячие темы затрагивает. Тему религиозного фанатизма и тему там большой науки астрофизики да или ну вот у него же вот это архифосили архиископаемое знание которое существует да оно существовало до всякого миису и оно бы не было тем чем оно является именно архиископаемым знанием если бы оно существовало без всякой книжки миису поэтому ну как бы книжка миису сильна не тем что она отодвигает предыдущие эпистемы и не тем что она на горячих спекулирует на горячих темах там религиозного фундаментализма например вот а тем что она нам показывает как создается создаётся понятие с одной стороны вот например почему необходима контингентность он говорит я сейчас это обосную и обосновывает и там дальше идёт цепочка рассуждений которая приводит его из пункта в пункт б он говорит всё я обосновал почему необходима контингентность всё занавес то есть вот так и выстраивается обоснование понимаете вот в этом книжка Мейсуи хороша на мой взгляд потому что мы видим вот не было до этой книжки определённого философского утверждения и вот оно появилось а дальше вы можете в этой книжке сколько угодно копаться и занимать по отношению к ней совершенно разные позиции но рассуждение продемонстрировано как в средневековой как в диспутации рассуждение продемонстрировано опровергни вот и в этом смысле тоже ничего не меняется и вторым существенным на мой взгляд удачей такой книжки Мейсуи является проблематизация закона достаточного основания потому что он видит что в это всё упирается и приводит нас к этому и говорит что различ разъёмы слабые точки прохождения через сильные и слабые варианты корреляционизма они обе упираются в закон достаточного основания и до тех пор пока мы будем мыслить некий бэкграунд в виде субстанции лежащей или подлежащей за нашими рассуждениями мы не поймём что же изменилось для того чтобы понять что изменилось нам необходимо понять необходимость контингенции не просто её возможность и Мейсуи посвящает 6 или 7 страниц специальному обоснованию того почему не возможность контингенции работает а необходимость её как перейти да кажется это такой схоластический ход обосновать почему просто контингентность возможна и допустима и она необходима и вот это как раз тот переход который отличает локатаса от бара вот то есть обосновать почему не просто возможно по-другому мыслить а нужно это делать вот и здесь нужна философская дисциплина и просто у философии свои инструменты они также ограничены потому что кто-нибудь почитает книжку Миссу скажет какая пурга какой ужас вот ну какое дело нам до того что писал там Юм или почему кантовский поворот является по сути дела анти галилеевским поворотом кому это интересно вот надо просто зондировать реликтовое излучение заниматься серьезными вещами ну каждый занимается тем чем он занимается в философии своей задачи вот необходимость контингентности униусу и снятие классической эпистемологической рамки аппарата это одна и та же операция то есть убирать то что закон достаточного основания и его критика это то куда может быть вставлен квантовые квантовые одновременно производство антологии в недостаточных основаниях то есть квантовые адрес на изначальном противоречии я не знаю я надеюсь что в других участках книги она это делает то есть обосновывает почему это необходимо делать вот по всей видимости нет ей это не нужно ей нужно показать вот эту сложную вязь каким образом это происходит ей не надо обосновывать потому что она существует в той традиции в которой это уже снято то есть постдалезианская традиция внутри себя маркирует переход от дейлезианских резон и всего совсем там дезинктивной логики к необходимости аппаратной материализации видимо то есть это как бы внутри современной парадигмы образовываются различные этапы и между ними еще и различные решения вот одно из различных решений мой вопрос который я хотела тебе задать это я не могу после Барат читать Хармона потому что мне неинтересно потому что Харман работает со своим объектом не вполне определяя и анализируя собственную позицию вот это само подчеркивание данной объектности это уже отсылка к классической истории Харман с этой точки зрения простой он попроще но видишь здесь тоже такая палка от двух концов потому что вот как Барат работает она описывает где мы живем вот я живу совершенно в другом мире ну допустим это психоделический кислотный мир или мир немого кино неважно но в этом мире действуют вот такие законы и он вообще по-другому выглядит по сравнению с тем где живут другие и я приглашаю с помощью ряда описаний и понятийных схем которыми я это маркирую эту ситуацию в которой я живу в этот мир и возможно в этом мире будет более уютно вам всем чем в другом вот но спекулятивная логика она отличается как раз тем ну и философия бы никогда не существовала если бы существовали только такие чуваки как Карен Барат вот потому что они бы просто приглашали Чуихи да Чуихи и авторки как Карен Барат они бы просто приглашали в новый мир вот и ну просто вот так вот это было бы здорово мы бы совершали эти путешествия философия существует не только открывая новые миры новые логики и новые обстояния дел но и спекулятивно позволяя обосновывать их ограниченность и необходимость одновременно вот потому что ну МИИСУ не приглашать ни в какой мир ну по барабану вот мне по барабану вообще где МИИСУ живет ну наверняка просто такой представитель ну хорошо образованного такого французского колоссовского эстеблишмента и ну и нормально я читаю его книжку и слежу за его логикой и меня волнует вопрос когда рассуждение достигло обоснованности когда пройденная цепь секвенций спекулятивных состоялось и состоялось так что это уже некий межевой камень на который можно ориентироваться а просто рассказав что там лежит некий камень это не значит делать философскую работу вот при этом и я не хочу ни в коей мере говорить что спекулятивный способ работы дает нам некую объективность упаси Господь просто это другой навык работы и он так же уязвим как и приглашение в новые антологии другие антологии другие меры вот ну философская работа она образуется видимо из этих элементов как-то из них срабатывается то есть ты разделил философских визионеров и философских ремесленников приглашают визионеры а камни ставят ремесленников ну кому-то достаточно вот когда тебя пригласили и ты зашел в эту дверь закрыл ее за собой и думаешь блин какое блаженство я больше назад не вернусь туда туда где не было квантовых скачков короче и прочего потому что вокруг меня сплошные квантовые скачки вот и мне достаточно вот этого приглашения я себя хорошо чувствую а кому-то нет кому-то важно эй браток погоди а в каком смысле ты употребляешь тот или иной термин а почему контингентность не просто возможно и не просто должна быть в рассуждении главный а просто необходимо и вот ты считаешь что ты уже обосновал нет давай поспорим потому что вот например что значит с необходимостью быть и не быть без необходимости вот давай поспорим об этом там что-нибудь такое кто-то в этом доходит какую-то для себя важную штуку и мне кажется что большие вот эти континенты о которых вы говорили применительно на Годелезу наиболее удачливые долгоиграющие философские континенты которые открываются какими-то мыслителями существуют равным благодаря вот этим двум обстоятельствам и они не закрываются потому что есть вот эти дурацкие спекулятивные объяснения и они не закрываются очень долго потом играют живут там кантовская оптика может это стадиально сначала идут визионеры а потом камешки потому что вообще-то то что объясняет МИИСУ уже сто лет объясняется утрата оснований и вот наконец камень потому что ведь интрига это в том что все о чем говорит МИИСУ это в общем-то легковесная такая комбинаторика философская нужная только людям с философскими дипломами но парадоксальным образом без нее мы имели совершенно другую философскую вселенную она была какая-то стрёмная то есть ну все понимали что нельзя уже в этом мире существовать где все возможно но все только описание все равны но кто-то ровнее вот МИИСУ дает нам спекулятивные инструменты благодаря которым если я владею этой механикой я могу быть я могу там спокойно жить открывать двери ходить туда-сюда мне не нужно ни от кого уже получать санкции и спекулятивные инструменты это не то что кем-то санкционировано а то что открыто где-то лежит например в текстах давайте еще инновационность Борат проговорим например вот допустим у нас есть гранитная скала мы знаем что на большом периоде она ее сначала не существовала а потом она будет песком и вот мы сравним ну это классическое дворе ты знаешь просто гранит сроста гранита твердости и так далее вес они через тысячи лет мы применим к этому объекту а если мы возьмем аппарат микромира то мы выясним что скала все время выветривается на микро уровне и тогда мы сразу должны говорить что гранит конечно существует но на какие-то тысячные в степени он все время его плотность меняется наверно для каких-то целей это нужно мы сейчас привели аппарат барат к классической теории вы утверждаете что он отличается что он кардинально отличается совершенно из другого места вот хотелось понять полыше или хотя бы шучусь ну это мы просто меняем размерности да но вот даже каменная глыба через если мы сможем это замерить через 10 секунд она уже другой имеет состав я про это говорю да но нужно ли это нам тем кто спешит на автобус да вы об этом спрашиваете нет я хочу понять чем отличается мы это и раньше знали что она меняет свой состав в принципе до смена размерности просто смена размерности это еще не квантовая механика квантовая механика это возникающие новые эффекты поначалу эмпирические данные а потом совершенно новая картина мира в которой ну вот не просто скала меняется а мы не можем сказать где электрон грубо говоря не учитывая то как мы меряем его положение возвращаясь назад то есть дело не в смене размеров потому что в каждом из размерностей темпоральных или там в пространстве расположенных остается все та же картина мира такого объективного вот есть наблюдатель для какого-то супер крутого наблюдателя вооруженного там мегателескопом он может наблюдать абсолютно удаленные объекты и делать выводы о том о чем ну обычный спешащий на автобус не может но это просто смена картинки как в мультике смена парадигмы это переописание вообще условий мы не на то смотрим грубо говоря и вообще не мы и не смотрим вот то есть весь словарь весь словарь проваливается поэтому нужен другой словарь начинаем его искать можно вопрос вот то о чем пишет барат в принципе это то о чем этом сто лет уже то есть это наука которая описывалась раньше математическим языком то есть речь идет не столько а другой размерности а сколько других энергиях то есть это физика высоких энергий вот и это описывалось математическим языком и ну вполне адекватно и там есть понятие там разрыва функций там всякие теории множества и все эксперименты тоже строились с использованием специально построенных приборов и просто философия наконец через сто лет дошла дошла наконец доперла наконец попыталась перевести с языка математики на общепотребимый язык и поэтому мне не совсем непонятно почему речь идет о смене парадигмы парадигма не поменялась скорее просто философия наконец добралась до этого или нет потому что физика высоких энергий существовала отдельно от социальных наук и она никак не влияла на то в каком мире мы живем в повседневности за это время в социальных науках дозрел ряд инструментов там после войны главным образом они дозревали и созрели к концу века тех инструментов с помощью которых можно и нужно мыслить наш повседневный мир уже благодаря этим достижениям и здесь можно сказать что достижения которые делаются в объективных науках они должны быть введены вот наш повседневный мир то как устроена литература искусство и городская среда ну не знаю тут наверное многие не согласятся практики тут нужно практиковаться мне кажется что это случай Бора Бор приводит новую инструментальность новый опыт и при этом держит себя в классической парадигме и тогда его новый опыт становится ну чисто экспериментальным пространством или не экспериментальной эпистемологией и более того когда попытались квантовую физику включить в теорию ничего не получилось в 20-е годы из 30-х по 60-е квантовые физики говорят что у них был главный лозунг shut up and count то есть все равно ничего не поймешь вот как бы и соответственно это к чему привязывается просто область чистого умозрения как математиков область чистого экспериментального умозрения которое не связано с формой мира соответственно эту модель не перенести только к хауму в 20-е 10-е 20-е годы когда первые нобелевские премии получили за теорию самоорганизации вот эти вот первые были то что предшествовало в конце концов открытию банковой физики тогда же художники как раз Малевич и все остальные они же работали с этими же понятиями энергии высокой энергии пытались это каким-то образом визуализировать то есть процесс тогда уже пошел да но вот Барат же это и разбирает этот процесс упёрся либо в эстетику либо в эпистемологию то есть это какая-то специальная работа подвести антологические основания само по себе вот так из опыта политических обломов ошибок экспериментов с эстетикой оно сразу не становится антологией мне кажется это упорность подвинила ну по-разному мы отвечаем на вопрос что же что же мы нашли но вот физики отвечают на этот вопрос им достаточно математическим языком говорят вот мы вот это нашли философы дальше работают над этим что и для них ну они в антологию это как бы вводят проецируют на самом деле вопрос открытый он на самом он не непосредственного не имеет отношения к тому какие цели я ставил в разговоре поэтому не знаю могу ли я на него отвечать и стоит ли мне это делать просто хотел сказать что не знаю если это осуществление по крайней мере в рамках этого разговора что существует такая вещь которая связана с концом сфотографии с его последним пунктом усталость от сознания мне кажется что забываем что вся философия ну пока широко гуманитарное знание так сильно фиксировалось на вопросах сознания его анализа тоже плюс и поздний психоанализ попытка выведения всего из того что мы думаем или как мы можем думать то что есть что в результате этого потерялась реальность и реальность стала невозможна владеть для философии то есть она как будто потеряла то что есть то есть реальности она либо рассыпалась либо становилась зависимой от того как мы ее мысленно интерпретируем и весь инструментарий направлялся на то чтобы все более и более усложнять наше понимание того как мы мыслим что-то и таким образом произвольно реальное а реальное существующее независимое объективное ему необходима была какая-то реабилитация и вот попытка этих таких новых одна из сейчас пафоса это связано с реабилитация реального как reach не связального сознания и это очень связано потому что когда существовала наука и там существовало объективное знание и реальное которое изучалось с одной стороны и некое коммуниентарьное философское знание у предели которое вообще его никак этого не касалось и все более ставило принцип истинности и объективности истинности как вопрос то есть там как будто истинности больше невозможно было помыть себе что это все очень релитивно и тут мы можем видеть некое по крайней мере сближение этих разных способов познания это как бы существенно дает патетику ну еще вот этот перевод ну в случае барат мы сталкиваемся да с определенными фактами или достижениями науки да там спускай столетней давности которые имеют значение или позволяют производить философские понятия очень важен вот этот еще и этот перевод потому что он потом влияет на то как работает сама фундаментальная наука я в этом убежден и в этом смысле эпохи не сильно меняются потому что декартовская эпистема она определила то каким образом производились эксперименты в классической научном парадигме и поэтому то что принято называть социальными науками но философия немножко она выпадает как бы из этого перечня всегда влияет на так называемые фундаментальные науки поэтому вот этот перевод в значимые для социальных наук тех парадигмы да из фундаментальной науки он существенен и для самих фундаментальных наук мне кажется это всегда так было будет а как об этом трудно говорить но мы просто идем вот как бы слепой мы знаем что это необходимо потому что мир изменился то как это повлияет на физиков зависит от самих физиков походу можно демарку пока не зато мне очень понравилось ваше выступление мне кажется что в мое впечатление о том тексте который мы сегодня прочитали что собственно это не новая реальность но в смысле новая это зыбучие пески и вот что вы мне кажется очень хорошо заметили что попытаться приложить к этим зыбучим пескам или как-то вытащить истину это невозможно здесь это не работало в зыбучих песках позволяет истину вообще в принципе использовать это понятие снова вернуться к нему истине реального потому что до этого ты вообще в принципе не мог говорить о реальном потому что каждый раз должен увидеть откуда мы берем реальное это и еще что производится наше мышление мы все время анализировать вот как она реальная производить нашим нашим культурными вещами нашими условностями когда социальные науки с натурами и так далее пришли я не сказать ребят это не только так то как не только как мы мысли производят объект стулья и всякие раз но сами по себе они являются тем что действует независимо от нас объективно также являются действующим субъектом как таким действующим субъектом является я владающее сознание и это настолько изменило и вернуло вот этот мир потому что в мире когда так сильно много виртуальной информации взаугашает аска по реальному таковому должно стать тяжелым мир должен был вернуться и он возвращается этим новым антологиям по крайней мере так можно представить и тогда мы в антологии сыноте не исключающие предыдущие а дополнительные к тем антологиям которые были до этого и это как физики до физика нефтабора